рада приветствовать вас на своем канале и сегодня у меня будет видео о вот такой вот шикарной девушке работа не такая сложная здесь совсем мало вышивки это будет подарок и оформляться он будет не просто в картину прикладную вещь уже у меня приехала оформление данной работе осталось только вышить это фирма тела артис называется африканка артикул т.а. 178 красивый хороший плотный атлас сзади проклеен флизелином была также инструкция как обычно у тела артис стандартная по вышивке бисером для тех кто еще ни разу не вышивал смотрите этот ключ 33 цвета учитывая что всего три тысячи бисеринок это получается это по 100 бисеринок каждый все включен верхний свет вы видите атлас блестит надеюсь не помешает мне это ее быстро вышить хотя с таким вот отбором осталось их подобрать конечно по рекомендуемым цветам которые нам предлагает производитель вы видите здесь их необходимо совсем по малу вот таким вот образом выглядит мой подбор я даже не поместилась в одну коробку положила в коробочку чтобы не перепутать не запутаться потому что цветов много но многие по ключу цветовые участки маленькие и я думаю сюда у меня получится вшить остатки сказать поправьте я немного волнуюсь потому что здесь такая мешанина если бы это вышивала с нитками вышивала по цветам каждый кусочек а бисером даже не знаю как я сейчас буду это вышивать вместить в палетку 33 цвета и запомнить их ты только начнешь привыкать к цветам как работа уже завершится поэтому первый взгляд будто легкая конечно по подбору думаю будет не так легко все это соединить не запутаться сделать красиво я пошла работаю потом вам покажу что у меня получится посмотрите какая эффектная барышня у меня получилось работать здесь конечно совсем немного хотя я конечно думала что работу пойдет намного меньше времени даже не ожидала что мне понадобится три вечера но смотрите какая она яркая красивая кони красивый тюрбан платок на голове так и не нашла как это называется но зато нашла откуда взят сюжет для данной разработки данный дизайн был разработан по фотографии джоанны чамали это фотограф из скотт-де-вуара она живет и работает в городе абиджан изучала она графическое искусство в университете косабланке марокко и некоторое время работала арт-директором в рекламном агентстве а потом уже начала собственную карьеру фотографии центральные персонажи работ джоанны в основном это африканские женщины она использует эти фотографии не только для того чтобы исследовать их идентичность но и также собственную большая часть работ фотохудожницы посвящена именно африке с помощью каждой своей новой фотографии она как коренная африканка изучает что-то новое многочисленных народностях африканского континента и их культуре одним из проектов ее стал проект если сейчас правильно произнесу ресиллиенс это серия фотографий современных африканок которые в повседневной жизни носят привычную одежду западного кроя но это не мешает им помнить о своих корнях и в данном проекте женщины сфотографированы в традиционных нарядах которые носили во времена бабушек кроме того это наряды представительниц различных племен и стран африканского континента африканский континент всегда ассоциировался с огромным культурным разнообразием у каждого народа есть свои красочные национальные костюмы хотя сейчас в век глобализации все больше людей отдают предпочтение брюкам джинсам рубашкам футболкам конечно в африке все еще есть немало народностей которые остались верны традиционному образу жизни национальным костюмом но жители больших городов постепенно все-таки переходят на общепринятый западный формат одежды этот фото проект рассказывает женщинах которые работают и учатся в крупных городах африки и европы в повседневной жизни они носят современную одежду них своя жизнь свой образ мысли но это не мешает им помнить о традициях своих предков роскошные наряды броски аксессуары замысловатые прически игра святотени все это и многое другое идеально сочетаясь между собой не только подчеркивает внешнюю красоту каждой девушки но и передает ее настроение а также зарящую вокруг атмосферу пропитанную древними традициями и культурой и вот такие вот пестрые одежды пестрая расцветка тканей которая на платке у девушки я вышивала это является особенностью народности акан которая составляет большую часть населения республик гана и кот-де-вар у них яркие красивые наряды как раз изобилуют такими вот мелкими деталями интересно было узнать что у аканов у них типичный матриархат в их семьях все включая фамилии и имущество наследуется по материнской линии и женщины определяет направление развития общества в целом руководящие должности в органах управления занимают мужчины но право на них передается через родственников женского пола через матерей сестер дочерей и зачастую мужчины заботятся не только о своих семьях но и я своих дальних родственницах в инфобоксе я оставлю вам ссылку на видео где вы сможете лично познакомиться с джоанна и увидеть ее она приглашает своим видео на свою очередную выставку там тоже довольно интересные фотопроекты также про жителей африканского континента о народностях которые применяют шрамирование кому будет интересно пройдите посмотрите можно поменять язык субтитров и прекрасно все понять о чем она рассказывает прекрасные работы прекрасные фото надеюсь вам было интересно это послушать потому что мне доставило просто массу удовольствия поиск как и все информации и захотелось поделиться этим с вами и вернемся опять к вышивке начала я вышивку браслетов потом вышила сережку дом начала тюрбан вот так вот вышивать а у меня за вечер где-то вышилась такой вот кусочек второй вечер у меня здесь кусочек как раз пошла вверх вот эти вот яркие цвета сшивать и третий вечер это уже здесь вот завершала почему я вам рассказываю потому что браслеты и сережка здесь необходимо три последних цвета которые потом уходят из работы это очень удобно убрала и они уже не нужны точно так же как например желтых здесь вот совсем немного чуть-чуть вышел и убрал поэтому я и шла вот таким вот образом чтобы вышить больше ярких цветов и просто убрать их из палетки потому что не очень удобно в палетке у меня 10 ячеек и лежало по три цвета так потихонечку они выходили было удобно и давайте покажу вам поближе яркий красивый стяжка цветов конечно шикарная для тех кому интересно покажу вам конце видео можете остаться до конца и посмотреть тела артис прекрасно подбирает ну конечно купить либо найти вот такое вот количество все у себя именно по ключу так-то легко но идти покупать из-за одного-двух грамм уже не хотелось поэтому что нашла то и использовала вышивала я работу вертикальными рядами хотя обычно беру те которые покороче удобнее было бы вот так скручивать и вышивать так как вышиваю я на руках но во первых так я смогла быстрее из работы убрать часть цветов во вторых благодаря тому что работа у меня была свернута всегда в эту сторону у меня был доступ к ключу цветов очень много и за три вечера я так и не смогла запомнить большинство этих значков поэтому начиная следующий цвет я всегда перепроверяла себя по значкам буквально вышив 3-4 бисеринки необходимо было опять смотреть на ключ если бы работа была натянута на станке возможно так было бы удобнее но опять посоветую вам брать раму побольше чтобы у вас весь ключ был перед глазами чтобы вы могли себя перепроверять посмотрите как у меня лежит писер я его пришивала стежком из левого нижнего правый верхний стежочек у меня шел вот так так бисер у нас все-таки он не совсем круглый слегка продолговатый получилось что бисеринки лежат наоборот эту сторону и обычно начиная своей работы я как раз смотрю где будет больше какого направления как красивее мне хотелось чтобы бисер лежал вот так вот ровненько возле лица видите как красиво он лежит потому что если с этой стороны он такими грызочками какими-то мне не хотелось чтобы такими огрызочками он был возле лица но я начала вышивать дальше что я увидела вот эти вот белые полосочки видите какие они получаются разрывные если бы бисер лежал в другое направление они бы были как раз такой цельной полосочкой но тогда бы конечно возле лица не было вот этого вот эффекта я поначалу расстроилась что у меня так получается ну понятно что выпарывать не стала и слезла на сайт в отшиве оказывается точно так же идет бисер то есть с таким же наклоном вышита работа это так на заметку вдруг кому-то это не понравится и кто-то захочет вышить в бисер в другую сторону так что смотрите это тоже все-таки имеет свое значение мне нравится как здесь красиво видно что намотан этот вот так слоями один вот слой второй слой то есть видно так хорошо конечно сережка роскошная браслеты красивые много она у меня помята я ее еще не разглаживала и думала еще поводу ниточек какие взять или белые ну в принципе белый цвет тоже не сильно так заметен мне кажется здесь намного больше заметны затяжки я уже и иголочку меняла думала это из-за того что иголка не сильно острая но тем не менее затяжки есть и не очень красиво вообще из-за вот этих вот затяжек я не очень люблю работать с атласом конечно красиво смотрится на габардини она бы не смотрелась такой прям шоколадный как на атласе но я сейчас буду работу данную оформлять и через секунду покажу вам как же она у меня оформится и вот что в итоге получилось снимаю с рук поэтому прошу прощения будет трястись но снять со штатива такое не получится оформилась в итоге моя работа такую вот ключницу я бы даже это назвала не ключницей как правильно мне подсказала виточка это зонтикоключница кто со мной уже давно те видели у меня на канале работу зонтики от тела артис которую также оформляли такую же зонтикоключницу давайте покажу вам поближе довольно широкая здесь крючок закрывается это все большая тяжелая коробка так вот это выглядит внутри все здесь у нас крючки на которые будут подвешиваться ключи есть полочка на которую можно поставить различные вещи для ухода за обувью различные щеточки крема либо ну что хотите что вам надо перед выходом на улицу крючки для ключей но как вы видите расстояние здесь довольно большое у меня лично здесь стоят различные крема для обуви которые высокие то есть опять же есть полочка очень удобная а здесь перекладина я рассказывала для чего я придумала именно вот такой вот вариант оформления помимо ключницы мне захотелось чтобы там была именно перекладина дело в том что у меня много зонтиков тростей с такими крючками и они обычно лежат где-то на шкафу не очень удобно а когда возле порога у тебя есть вот такая вот вещь на которых у меня сейчас висят зонтики лопатка длинная это удобно что у тебя все под рукой все стоит в одном месте кроме того есть крючки но здесь такие двойные крючки у меня просто одинарный чтобы вешать обычный зонтик но помимо того что я вешаю на свои крючки зонтики я также вешаю на них сумки также висят на таких крючках детская сменка спортивная форма общем очень удобно уже опробована моя ключница служит мне уже полтора года верой и правдой и я очень довольна что у меня в хозяйстве появилась вот такая вот вещь и вот эту африканку я изначально хотела именно для своей второй мамы для свекрови оформить в такую же ключницу дело в том что некоторое время она жила в африке и у нее остались и воспоминания и некоторые атрибуты из африки у нее оформлена стена в африканском стиле мама для нее вышивала девушку африканку которая висит сейчас в коридоре я думаю рядышком с ней вот эта вот красавица будет также смотреться просто замечательно давайте покажу еще немного как это выглядит сбоку сзади меня спрашивали не перекосится ли эта коробка здесь довольно плотная деревяшка то есть это не фанерка здесь дерево она очень тяжелая конечно приделывать ее придется хорошо к стене сзади вклеен задник такой не прибит как вы видите все аккуратненько сделано планировалось она оформляться с обычным стеклом папы есть возможность вырезать только обычные стекла поэтому во все рамки которые я ему заказываю чтобы он делал он делает обычное стекло и когда мы сюда подставляли обычное стекло было конечно не очень красиво темный фон простое стекло и получался эффект зеркала мы шутили немного что получится не только ключница возле порога получится такое своеобразное зеркало но случай все расставил по своим местам долго я ее пыталась натягивать и получилось так что дергая работу туда-сюда по многу раз перетягивая по многу раз выравнивая что все мне нравилось чтобы полностью удовлетворял меня результат у меня один момент стекло выпало и разбилось ключница была уже собрана то есть если свои зонтики я собирала как картину то есть у меня крышка не была прикручена ее прикручивали потом здесь уже все было прикручено и вставлять работу было довольно тяжело так как конструкция тяжелая я сразу же позвонила в багетную мастерскую заказала стекло антиблики я очень рада что случай решил все таким образом потому что с антибликом видите здесь сейчас находится стекло антиблик его совершенно не видно когда работа была оформлена дети даже подходили трогали мама здесь есть стекло не сосняла к сожалению я как это все выглядело с обычным стеклом но я думаю можете себе представить и такой вот результат с антибликом намного лучше мне очень понравилось как получилось подарочек вскоре отправится своей новой обладательницы и надеюсь маме он также понравится кроме того такая вот деревянная рама мне кажется прекрасно подчеркивает происхождение этой девушки натуральные материалы хорошо к ней подошли я видела много различных оформлений и какой-то момент я даже сомневалась подойдет или нет сюда обычная рама но мне кажется все чудесно подошло в конце для тех кому интересен подбор бисера я покажу вам бисер им же кому это не интересно вам я говорю до новых встреч встретимся в следующем видео напомню 33 цвета все смогла найти несмотря на довольно большой запас бисера первый цвет 46 102 обычный белый жемчужный цвет 2 050 матовый следующий цвет я так и не нашла 17 131 поэтому заменила вот таким вот 37 342 4 по ключу 38 642 прозрачность прокрашенной серой серединкой 5 стандартный черный цвет потом 17 266 это желтый цвет у меня не совсем он как видите у меня 386 немного как алебастровый такой вот интересный цвет и точно такой же фактуры следующий этаж он не по ключу 7 номер у меня вот 17 389 далее 8 номер это уже по ключу 9340 яркий оранжевый цвет и у меня везде подписано откуда я вынимала эти пакетики потому что у меня много бисера подубрано на другие работы и потом это все надо будет расставлять если я собирала его не знаю часа два или три наверно сейчас наверно столько же буду расставлять следующий 9370 по ключу красный яркий цвет далее 93190 у меня не было поэтому я взяла вот мой любимый красный с белой прокрашенной серединкой его номер 95 076 яркий тоже насыщенный цвет и следующий за ним 93 210 он передается сейчас светлым но он очень такой темный красивый красный цвет засвечивает следующий 90 090 прозрачный красный но опять же он темнее чем сейчас передается на экране и еще один 13 780 вот коричневато красноватый 63 020 у меня же 64 а следующий по ключу 63 050 здесь более натуральный мне немного жемчужный а должно быть два вот таких вот более натуральных далее идет 60 150 прозрачный насыщенный и 60 100 прозрачный темный темно-синий цвет далее должны быть цвета 34 040 и 33 050 у меня же 33 040 а этот должен быть 50 у меня 50 нет у меня 33 060 красивое сочетание что касается зеленой палитры 57 220 вот такой вот светлый блестящий серединкой светлый зеленый следующий номер 53 220 он такой должен быть более натуральным я у себя не нашла и взяла вот такие вот остаточки и потом идет 57 120 блестящий более темный зеленый 50 120 прозрачный а вот дальше с коричневой гаммой у меня пошел полный кавардак я считала что вышивая животных у меня должно быть огромное количество коричневых но у меня не совсем получилось подобрать то что необходимо поэтому использовала так 46 113 это у меня по моему 47 112 дальше у меня был вот такой вот 47 112 потом 11 050 и вот такой вот 0212 и потом уже по ключу 17 070 и 10 090 и последних четыре цвета 47 102 необходим вот такой жемчужный белый но я его так и не использовала я по-моему брала этот вот цвет и последних три цвета необходимых на сережку и на браслеты 17 020 у меня как раз таки был серебряный такой серединка светлое светлое золото следующие 18 589 у меня его не было я взяла под вопросом этот номер 18 112 и последний как раз необходимый 17 110 темно-коричневый серебряный серединка как вы видите что-то по ключу что-то не по ключу растяжку конечно безумно красивая но у меня на сегодня пожалуй все благодарю вас за внимание я же с вами не прощаюсь до новых встреч а